Это уже было в самом конце, когда Вячеслав Александрович, ну какие еще проблемы у нас есть? И я, да, сказала, что давайте вместе сообща, поможем, будем решить, потому что у нас очень болевая точка. Это шикарное, уникальное место, песчаные дюмы, месторождение, как говорится, кварцевых формовочных песков, на которых в единственном месте, возможно, ну на нашей территории это точно, на территории России их тоже там всего лишь по пальцам посчитать, в сторону Калининграда можно только взять пример Сосновый гор, который памятником природы является, а должен быть биосферным заповедником, потому что там как раз все в куче, воздух, вода и земля, и деревья, и этого нельзя не сохранять. И поэтому я сегодня этот вопрос поднимаю, сама лично там была 4-5 ноября прошлого года, я и как геолог увидела, что, во-первых, смотрите, вот он мыс, а здесь у нас получается уклон. Там, где сегодня ГОК в Янгелевске добывает формовочные кварцевые пески, получается, в плотности, которая была сложена тысячелетиями при формировании кварцевых песков, нарушил ее, а это еще и уклон. Получается, этот карьер, он сегодня позволяет дюнам двигаться, и это все уйдет в воду. То есть получается, если углубляться ниже, либо в стороны расширять, а деревьев не будет, которые своей корневой системой эрозию предотвращают, ну мы потеряем такое уникальное место, и вот эта весь материковая часть, она мало того, что здесь еще водохранилище и река, вот вам, пожалуйста, еще неблагоприятные факторы. С одной стороны, для биосферного заповедника они очень важны, я не буду говорить про водохранилище, но про реку да. Водохранилище энергетики плохую привносят в природу, береговая часть не укреплена, и она просто уходит в воду, размывается каждый год, более метра уходит в воду. Шикарная природа вместе с деревьями. А здесь вот еще вторая большая проблема, это вот Янгелевский блок. Но почему-то не очень-то спешат власти это делать, более того, надзорные органы, только предупреждение, ай-яй-яй, на все мои запросы прислают, и это неправильно. И поэтому я сегодня обратилась в том числе и к Вячеславу Александровичу, к Будуеву Николаю Робертовичу, к Мархаеву Вячеславу Михайловичу, именно со стороны Государственной Думы, чтобы сегодня этот вопрос на Комитете по экологии был поднят, потому что это очень важно, сохранить эту территорию, со зданием здесь, на всей территории, и одного бора, и второго бора, именно заповедника. В противном случае никакие суды не помогут. А сегодня почему-то прежнодоохранная прокуратура какую-то выжидательную позицию занимает, а не наступательную, не защиту этой территории. А просто, ну, был звонок, ну, было сообщение, ну, давайте проверим. Ну, проверили. Ну, поговорили с Аликиной лично, прокурор предохранный. Ну, и все. Ай-яй-яй сделали, а уничтожение продолжается. Поэтому я обращаюсь к Егору Ивановичу Кобзеву в первую очередь, потому что над вашей подведорственной территорией вам будет огромный плюс и память всех потомков, если вы здесь сделаете зону рекреации, сделаете заповедника. При вашем участии, при вашем сегодняшнем налаженном мосту с властью федеральной, вы там часто бываете, ну, пожалуйста, поднимите вопрос по Герминскому бору сосновому, сделайте этот заповедник. А люди, которые живут на северах, они знают эту территорию, они туда ездят, отдыхают. А вы же сами знаете, братцы там недалеко. А какая у нас экология, какой воздух братский? А люди здесь отдыхают. Я асматик, я там не задыхалась. Поэтому создайте людям здесь условия для того, чтобы эта природа была захоронена, и люди сюда могли возвращаться для отдыха, оздоровления, а не для того, чтобы здесь был непонятно кому сегодня нужный кварцевый песок. Стеклозаводы, как раньше его разведку ввели, этого месторождения, ну, практически его и не делают сегодня, у нас другие технологии. Оставьте, пожалуйста, эту территорию в покое, сделайте ее охранной. Игорь Иванович, к вам лично обращаюсь публично. Защитите и Герминский, и Сосновый гор, и всю эту территорию. Продолжение следует...